здравствуйте уважаемые зрители канала про цветок меня зовут дмитрий я садовник и владелец личного подсобного хозяйства и сегодня я вам расскажу о том как бороться с почвенными вредителями наверняка каждый из нас сталкивался с такими вредителями в почве как проволочник и личинка майского жука проволочники это личинки жуков щелкунов которые могут жить в почве три-четыре года повреждают корнеплоды луковицы и корни овощных культур личинки майского жука либо как его еще называют хруща также наносят непоправимый урон они портят клубни картофеля подгрызают корнеплоды подгрызает корни молодых деревьев и уничтожают корни клубники с ними также нужно бороться для борьбы с почвенными вредителями существует ряд специальных средств однако не всегда хочется применять химию у себя на огороде хочется экологические способы для борьбы с вредителями будем применять сидораты немногие знают о их поле в борьбе с вредителями если у вас есть возможность соблюдать его оборот и участок позволяет это сделать то обязательно высевайте синий узколистный люпин дело в том что люпин выделяют в почву алкалоиды которые губительно действует на личинок майского жука и проволочника кроме того люпин обогащает почву азотом хорошо рыхлит ее делает легкой и структурированной отличными сидоратами против вредителей в почве будут также горох фацелия крестоцветные культуры такие как белая горчица редька или рапс а еще отличной культурой которая справляется с вредителями является белый клевер белым клевером я засеваю свободные участки на два года за этот период почва хорошо очищается не только от вредителей но от сорняков особенно белый клевер эффективен против такого многолетнего и злостного сорняка как пырей вторым способом как побороть проволочника на картофельном поле является применение молотой горчицы такой способ подойдет для владельцев небольших приусадебных участков посадочные лунки перед посадкой картофеля вносим примерно горсть молотой горчицы и проволочника на картошке не будет снизить количество вредителей в почве помогут также биопрепараты это тот же метаризиум и баверия препараты на основе почвенных грибов хорошо справляются с вредителями применять их очень просто на 10 литров воды понадобится всего одна чайная ложка биопрепарата биопрепаратом можно обрабатывать как саму почву так клубни и луковицы корневища растений перед посадкой немалое значение в борьбе с проволочником имеет кислотность почвы проволочник очень любит жить на участках где почва кислая поэтому не забывайте проводить вовремя излисткования почвы для излисткования можно использовать известь доломитовую муку или древесную золу вносит ее обычно осенью под перекопку какие же еще культуры отпугивают вредителя оказывается благотворно действует на почву и отпугивают вредителей календула и бархатцы я высеваю данные цветы просто на грядках в междурядьях между овощами и на картофельном поле изредка также высеваю данные цветы календула и бархатцы выделяют фитонциды которые отпугивают вредителя осенью многие спешат выбросить цветы в компостную кучу или вовсе вывести за пределы участка однако делать этого не следует цветы нужно мелко порубить и заделать в почву такая заделка поможет не только отпугнуть вредителя но отпугнуть икротов с вашего огорода запах бархатцев и календула им очень не нравится кроме того заделывая растительные остатки в почву мы улучшим почвенную микрофлору обогатим ее органикой все перечисленные способы являются экологичными и не требует применения какой-либо химии обязательно воспользуйтесь каким-либо способом из перечисленных спасибо за лайки и подписку до новых встреч до новых встреч